Ежегодно перед началом зимнего сезона, когда к новогодним праздникам в Сочи прибывает огромный поток туристов, сочинские спасатели проводят на особо оживленных стратегических объектах пожарно-тактические учения. На этот раз, по легенде, возгорание произошло на объекте транспортной инфраструктуры, железнодорожном вокзале станции Эстасадок. По замыслу учений, на первом этаже помещения кафе произошло возгорание на площади 60 квадратных метров от сильного задымления были заблокированы люди, сигнализация пожарная сработала вовремя, прибыли силы и средства, провели боевое развертывание, провели разведку, подтвердили, что есть два пострадавших. Первый пожарный расчет прибыл на место возгорания через 5 минут после поступления сигнала на пульт 01. Само же возгорание было ликвидировано в течение 15 минут. Во время тушения основная задача не только локализация открытого горения, но прежде всего спасение людей. Двух статистов в роли пострадавших спасатели оперативно вывели из здания, обеспечив индивидуальными средствами спасения для безопасности органов дыхания. Успешно эвакуировав людей, спасатели передали условно пострадавших медикам. Цель таких тренировок – проверка готовности органов управления и сил гражданской обороны к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и выполнению мероприятий по гражданской обороне. За проведением комплексной пожарно-тактической операции всех служб города внимательно следили в штабе. Всего в спецоперации были задействованы 50 единиц техники и порядка 250 сотрудников ведомственных структур. Понятно, что обязанность по тушению пожаров возложена на Федеральную противопожарную службу. Но пожарные обязаны тушить. Но вместе с ними должны быть и спасатели, и аварийные бригады. Если есть газ, газовщики должны отключить газ. Надо отключить энергетику, представители энергетиков должны быть и так далее. Водоканал обязательно. Все это сегодня здесь участвовало. Проведена неплохая тренировка и цели достигнуты. Этого мы и добиваемся. До Нового года такие пожарно-тактические учения пройдут на других особо важных социальных объектах, в том числе и в школах города.